Энергоблок В те дни, обратите внимание, даже через 5 лет после трагедии работники станции уверяли, что никакие опасные ситуации здесь никогда не возникали. Как вы думаете, еще опасность какая-то реальная есть по радиационному загрязнению? Ее вообще не существовало. Ее вообще не существовало, поскольку это же не связано с реактором. Хотя в какой-то мере, может, она и была. Но не в том плане, в котором думают, скажем, не специалисты. Нам говорят об этом с 86-го года. Нам говорят об этом с 86-го года, что опасности никакой нет. Я не понял вашего вопроса. Хорошо. Кто со мной разговаривал, можете сказать только? Я? Да, представьте, пожалуйста. Ну, я начальник отдела здесь, отвечающий за безопасность. Сегодня работники этой станции хотят преуменьшить значимость происшедшего, что, мол, эта авария не является, значит, не классифицируется как ядерная, а как авария электротехническая и самой низкой степени опасность. Впрочем, о возможных масштабах трагедии в Беларуси догадывались и тогда. Во всяком случае, уже в мае 86-го на юге страны начались мероприятия по отселению жителей пострадавших территорий. Поселок Солнечный на окраине деревни Пырки был построен для участников всесоюзной ударной комсомольской стройки. Здесь решено было возвести не имеющий аналогов в СССР суперсовременный животноводческий комплекс. В начале мая 1986-го всех жителей Солнечного эвакуировали. Сегодня главные хозяева в поселке – это дикие животные, хотя в последнее время человек явно намерен их потеснить. С прошлого года на территории Полесского радиационно-экологического заповедника начали проводить экскурсии для желающих своими глазами увидеть зону отчуждения. Если судить по опыту Украины, этот вид туризма будет пользоваться популярностью. Будет ли у нас такой объем, сложно сказать. У нас нет самой атомной станции, у нас нет города Припять, который востребован и хотят видеть туристы в Украине. Но у нас есть своя изюминка. У нас также есть отселенные населенные пункты, есть, как мы говорим, заброшенный город. Это солнечные, которые хотят посетить. А также есть уникальная природа. У нас зимой можно приехать и посмотреть зубропитомники, когда идет подкормка. И также в самом заповеднике можно встретить различных животных. После катастрофы на Чернобыльской атомной станции городской поселок Брагин находился буквально между жизнью и смертью. Были планы по его полному отселению с последующим захоронением всех строений. Сегодня здесь об этом помнят, но больше говорят уже о возрождении и развитии. В 2018-м в горпоселке прошла масштабная реконструкция, в результате которой облик райцентра изменился кардинально. Во всяком случае, в местном доме культуры произошедшие изменения оценивают именно так. Новый зал оснащен самой современной аппаратурой. Здесь готовы принимать исполнителей любого уровня. На сегодняшний день данное учреждение является очень популярным среди жителей города, а также района. Также к нам на мероприятия приезжают гости из соседних районов. В 2019-м году у нас уже были концерты таких исполнителей, как Писнер. Приезжал к нам Сергей Кунай. Ожидается приезд симфонического оркестра Гомельской филармонии. Такого исполнителя, как Сергей Славянский. Брагинский район Гомельской области – один из красивейших и самобытных уголков Беларуси. Край этот имеет богатую многовековую историю. На его земле сохранились стоянки первобытных людей. Чернобыльский период во временном плане не такой длительный, но по своим последствиям для соотечественников не менее значимый. Брагинчане о своей истории помнят и говорят, что на этой земле останутся жить обязательно. Изменился не только сам внешний вид города. Изменилось настроение людей, которые здесь живут. Изменилось настроение людей, которые сюда приезжают. Люди к нам приезжают уже узнать об истории нашего города все чаще. Посмотреть наш метеорит. То есть мы стали уже интересны не только как Чернобыльский район, а как район с такой богатой историей. Вот это я могу сказать точно. Внедрение новых методик диагностики и лечения, исследования в сфере радиоэкологии леса и животных. После Чернобыльской катастрофы в Беларуси возникли новые научные направления. В Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека чернобыльская тематика без внимания также не остается. Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, Республиканская программа научных исследований, фундаментальные прикладные науки медицине, Региональная научно-техническая программа, инновационное развитие Гомельской области. Только в прошлом году в рамках этих и ряда других программ в центре выполнено 11 научно-исследовательских работ по проблематике и последствия катастрофы на ЧАЭС. Получено 15 патентов на изобретение, внедрено более 200 новых технологий диагностики и лечения пациентов. Специалисты нашего учреждения, они стажируются в ведущих учреждениях здравоохранения не только Республики Беларусь, но и за рубежом, что позволяет нам внедрять новейшие методики, разрабатывать самостоятельно эти методики в рамках как раз реализации научно-исследовательских работ, что в конечном итоге позволяет нам добиться потом хороших результатов путем внедрения этих новых методик в состоянии здоровья пострадавшего населения. Чистый, уютный и процветающий. Через 33 года катастрофе на ЧАЭС в Чечерске ничто не напоминает. За прошедшее время здесь выросло поколение, которое события 86-го собственными глазами не видело. Хотя не видеть не значит не знать. На митинге у памятника отселенным деревням представители органов власти, ликвидаторы и учащиеся в Чечерских школах. Сегодня на территории района реализуется шестая государственная программа по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Главная цель – создать условия для дальнейшего развития всех сфер. Сейчас район занимает в Гомельской области восьмое место по уровню среднемесячной зарплаты. Здесь действует более 200 организаций различных форм собственности. Причем на частные предприятия приходится практически весь экспорт. Кстати, торгует район с 12 странами мира. Среди приоритетных направлений также агротуризм. Но главное внимание – развитие агропромышленного комплекса, с которым связывается будущее региона. Многое сделано по реабилитации территории, по защите населения. И мы же видим, что в целом пик этот прошел. И наша задача, по сути, страны – восстановить и вернуть в оборот. И леса, и земли пахотные, и так далее. И создать условия для жизни и проживания, вернее, населения там. Вот на это, по сути, направлены вот эти все мероприятия. И ГУСКОМ Чернобыль этим занимается, и вот законодательство на это настроено. Другое дело, что есть определенные моменты, которые надо бы максимально учить. Создать какие-то, наверное, более привлекательные условия. В данном случае мы недавно эту тему тоже обсуждали. Я лично считаю, что нам надо было бы в районах пострадавших создать условия, близкие, может быть, к парку высоких технологий. Убрать на какой-то период налоги. Может быть, еще там какие-то привлекательные дела. Поэтому я бы больше сфокусировался на этой части. А то, что делает государство в плане защиты, обследования, медицинской помощи и материальной помощи, я думаю, при нашей не очень такой большой экономике, все-таки делается немало. И это такой, на мой взгляд, плюс большой, потому что наши соседи, которые тоже пострадали, даже Украина, часть России, у них пакет социальный намного меньше. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Новости недели.